Вот понятие депутата, оно приводится только в статье 2 федерального закона 131, именно в статье 2, повторяюсь, где указан депутат, член представительного органа, поселения, муниципального района, городского округа или внутригородской территории города федерального значения. В других федеральных законах, предыдущий докладчик об этом уже говорил, вы встретите другую терминологию, это лицо, замещающее муниципальную должность. То есть, таким образом, делайте для себя выводы о том, что депутат и лицо, замещающее муниципальную должность, это равные понятия. Не смущайтесь, когда в законе будете искать депутат, а депутата там слова не будет, а будет словосочетание лицо, замещающее муниципальную должность. В своем выступлении я постараюсь раскрыть кратенько понятие, связанное с депутатами, осуществляющиеся полномочия на непостоянной основе. Потому что все здесь присутствующие, за исключением Сергея Александровича, вы исполняете полномочия на непостоянной основе. Ну и прежде чем говорить о запретах и ограничениях, налагаемых на депутата, а также об ответственности за их несоблюдение, в двух словах остановлюсь на гарантиях и обязанностях депутата представительного органа. Гарантии осуществления депутата устанавливаются уставами муниципальных образований в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Так, уставам Ачинского района депутату гарантированы условия для беспрепятственного эффективного осуществления полномочий, защиты прав в честь и достоинство. Кроме того, в статье 28.3 устава Ачинского района прописаны гарантии депутатов, осуществляющихся полномочия на непостоянной основе. В настоящее время федеральным законом номер 131 депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы либо должности на период, продолжительность которого устанавливается уставом муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и не может составлять в совокупности менее двух и более шести рабочих дней. Вот данная норма федерального закона сейчас прорабатывается для включения в устав Ачинского района, то есть подготавливается проект изменения в устав, эта норма уже заложена. То есть мы с вами на комиссии будем также данную норму в уставе обсуждать. Приступая к своим депутатским полномочиям, депутат автоматически ограничивается в следующих правах. Депутат представительного органа муниципального образования не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа другого муниципального образования или выборного должностного лица местного самоуправления и нового муниципального образования. Кроме того, депутат не вправе замещать другие муниципальные должности в органах местного самоуправления. То есть весь перечень запретов, он прописан как в нашем уставе, прописан в федеральном законе 273 о противодействии и коррупции и прописан в федеральном законе 131. Перечислять их всех не буду, они довольно-таки объемные, очень объемные. Считаю, что более интересные вопросы это обязанности депутата. Одна из обязанностей депутата уже сегодня прозвучала. Я хочу остановиться на следующем. В статье 27 устава района Ачинского звучит таким образом. Депутат обязан принимать участие в деятельности районного совета, присутствовать на его заседаниях, работать в комиссиях и иных органах совета, в состав которых он избрал. Депутат обязан поддерживать связь с избирателями своего округа, обязан по результатам рассмотрения поступивших предложений, заявлений и жалоб дать письменный ответ заявителю в течение одного месяца. Ну и естественно, особо хочу остановиться на обязанностях, которые прописаны в федеральном законе 273. А именно, в силу статьи 12.1 федерального закона 273 противодействия коррупции, Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах об имуществе на себя, своих супругов и несовершеннолетних детей. Это основная обязанность. И вторая обязанность. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны сообщать в порядке, установленном нормативным правовым актами Российской Федерации, возникновение личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которые приводят или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры под предотвращение или урегулирование такого конфликта интересов. Какие существуют меры ответственности? В целом, понятие ответственности – это лишение, которое человек испытывает в случае совершения нарушений. В зависимости от вида юридической ответственности выделяют следующие виды ответственности депутата. Это уголовная, административная, коллегиальная, поскольку вы все являетесь члены представительного органа, индивидуальная ответственность и прекращение полномочий, в том числе досрочное прекращение полномочий. Заострю ваше внимание на следующем о том, что к депутату не могут быть применены меры дисциплинарной ответственности, поскольку никто из вас не состоит в трудовых отношениях, в том числе и Сергей Александрович, он не состоит в трудовых отношениях. На вас нормы трудового права не распределяются. Почему? Потому что вы избранники народа. К вам можно перечислить только те виды ответственности применить, которые только что перечислила. Итак, уголовная ответственность наступает за совершение преступления, предусмотренного статьей 290 Уголовного кодекса за получение взятки. Административная ответственность наступает при совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.17 КАОП. И более интересная, конечно, мера ответственности, например, начинаем индивидуальная. Индивидуальная мера ответственности может быть применена в случае, если депутат во время заседания сессии комиссии нарушает регламент, выступает не по повестке дня, использует недолжное выражение. К нему может быть применена индивидуальная мера ответственности в виде замечания, либо лишения выступающего слова. Вот такая индивидуальная мера ответственности прописана в нашем регламенте. Следующая мера ответственности – коллегиальная. Очень сложная мера ответственности. Данная мера применяется в случае принятия представительным органом, то есть, допустим, на нашем примере Ачинским районным советом депутатов, незаконного нормативного правового акта, который должен быть признан именно судом незаконным, и в случае неисполнения судебного решения по отмене такого незаконного акта, губернатор инициирует процесс распуск представительного органа. То есть, независимо, кто голосовал, кто не заголосовал, весь представительный орган в полном объеме подлежит распуску. Это коллегиальная мера ответственности. И прекращение полномочий. 12.1 Федерального закона 273 о противодействии коррупции. Это когда лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит освобождению должности в связи с утратой доверия в случае. Не принятие лицом мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. То есть, опять у нас конфликт интересов появляется. И, второе, не представление лицом сведений о доходах-расходах своих супруги, несовершеннолетних детей, если неполные сведения были неполными, непредоставлены и неполные. В этом случае применяется мера ответственности освобождения от должности в связи с утратой доверия. Однако, в силу части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 131, которая введена была буквально в июле 2019 года, к депутату, предоставившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах-расходах в обморочистве, если искажения этих сведений являлись несущественными, могут применяться иные меры ответственности. Они все перечислены в федеральном законе и они перечислены в нашем уставе. Я их сейчас вам зачитаю. Первое. Предупреждение. Второе. Освобождение депутата о должности в представительном органе муниципального образования с лишением права занимать должность в представительном органе муниципального образования до прекращения срока его полномочий. Третье. Освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочий на постоянной основе до прекращения срока полномочий. 4. Запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования до прекращения срока полномочий. 5. Запрет исполнять полномочий на постоянной основе до прекращения срока его полномочий. Порядок применения решений о применении к депутату названных мер ответственности, утвержденный решением районного совета депутатов 20 марта 2020 года, номер 37379Р, он так и звучит. О подтверждении порядка принятия решений о применении к депутату выбранному должностному лицу местного самоправления мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 ст. 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года, номер 131, в Ачинском муниципальном районе Красноярского края. Названный порядок определяет четкую процедуру принятия решений о применении мер ответственности к депутатам, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, если искажение этих сведений является несущественным. Основанием для рассмотрения вопроса о применении одной из таких мер является поступивший в Совет депутатов заявление губернатора о применении мира ответственности. Далее, решение суда в случае, если вопросы об обстановлении фактов недостоверности и неполнотой сведений были рассмотрены в судебном порядке. И соведение поступившей из органов прокуратуры, что как чаще мы и наблюдаем. Хочу особо отметить, что меры ответственности применяются не позднее трех лет со дня представления депутатам недостоверных или неполных сведений. То есть, подали в первые декларационные недостоверные сведения, будь заканчивается у вас созыв в 2025 году, вы еще можете быть привлечены за ваши первые сведения. Имейте это в виду. Решение о применении меры ответственности подлежит рассмотрению на заседании Совета депутатов муниципального образования. Решение всегда применяется коллегиально, оформляется коллегиально и отправляется информация губернатору. Ну и также, конечно, хочу сказать особо, что у нас, кроме названного решения, которое было принято в 2020 году, уже этим созывом, Постановлением председателя утвержден состав комиссии по соблюдению требований законодательства о противодействии коррупции и урегулировании конфликтов интересов в Бачинском районном совете депутатов. Постановление 12 января текущего года, номер 1-п. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований законодательства о противодействии коррупции и урегулировании конфликтов интересов в Бачинском районном совете, согласно предложению. И я зачитываю, то есть все члены комиссии ознакомлены, довожу до всех депутатов. Танготоров Шухат Хрулаевич, председатель комиссии Романов Сергей Дмитриевич, заместитель председателя комиссии Леолюгина Татьяна Анатольевна, секретарь комиссии Колпаков Виктор Владимирович, член комиссии Кириенко Евгений Андреевич, член комиссии